доброе всем утро работку приехали такая у нас тишина но завтра же меняется погода не хочу хочу чтоб все было здорово погода была замечательная клиенты но не ко мне влажность такая у нас что-то сильное здесь прям плясать можно скользко чарли в туалет пошел у него там туалет пошла я убирать за ним как всегда у нас тут светофор загорелся зеленым даже быстро я сейчас хочу заехать в лидл знаете никуда не посмотрю у всех там instagram блоки пустые в меркадон почему-то всегда меркадон 1 показывает странно ведь много есть других разных магазинов в общем я отработала и сейчас поеду за хлебом у нас нет хлеба для тостов утренних вернее он был он знаете что забыл заплесневел так как тепло на улице мы его не хотела не знаю может быть рис какой-нибудь что ли купить ой блины смех и грех я вот сегодня с клиентами разговаривала говорю а почему полки то пустые не пойму ушу такое амбулансе к нам тут скорой помощи едет блин надеюсь не за это у меня клиентка дна она болеет надеюсь не за ней вот светофор же стоит для кого нет не слушаются все разъехались нужно было просто две руки чтобы разъехаться вот и думаю может быть рис какой-нибудь купить или макароны что ли не знаю даже мясо запастись а то мало ли знаете все бывает в общем да situation не из приятных ладно пока поеду в лидл заеду в лидл здесь который находится потому что у нас нашем городе там все чудо перекрыли все закрыли и нужно объезжать в 3 9 крюков давать я лучше тут здесь заедут тоже конечно не очень удобно но поближе будет думаю может заправиться еще нас бензин подешевел представляете пару центов центов но все-таки подешевел вот думаю может быть заправить а то в хрен его знает как потом взлетит цена в общем да живешь одним днем не знаешь что будет завтра чего ждать кошмар ситуация в лидали народу много но все есть бананы взяла себе что еще то я зачем приехала за хлебом груши пока что все есть никому ничего не надо мясо тоже к все есть тут что-то стало так так я за хлебом приехал ну да в мясном отделе как-то скучно скучно холодно как здесь эти вкусные штуки сыр творожные как-то дороговато маленький маленький парочку штук возьму клубничного нету что ли клубничного а черешни нету наверное возьму клубнику и вот так в общем холодно как здесь заморозка народ тусуется хватают все подряд тут тоже что-то ой вы смотрите правда скучно скучно все раскупили ой там всю консерв мало вот и это да вот это да апокалипсис страшно стану вот так вот от этого хаоса мне становится страшно если честно как-то непривычно что вот такие пауки везде вообще жесть это лидл это не меркадону ладно я сейчас быстренько все куплю и пойду домой тут тоже все расхватали я вообще такого ни разу в жизни не видела если честно какой-то жесть друзья это пипец какой-то трындец в общем видите такого никогда не было в жизни первый раз моей поставила гречку вариться в лидоле что купила сахар купила два тражка вот таких один клубничный одни малиновый вот эти огурцы они самые вкусные лидловские они такие в общем как наши русские вот такие вот хрустящие не сильно уксусные здесь вот купила хлеб вот этот мы едим с маком очень вкусный на тосты купила такой хлеб для бургеров за мороженую пусть будет и мужу вот такой хлеб обычный вот бананов тут набрала в общем только два молока потому что хочу сделать сейчас флан яйца для флана и вот такие крылышки взяла попробовать барбекю в общем посмотрим вкусно не вкусно и все в общем у меня сегодня будут котлеты с гречкой салат наверно еще забацаю какой нибудь поет шташка моя да пойду в свой огород салат сделаю вкусненький вообще знаете ситуация не очень хорошая закрыли школы правда с понедельника но родители уже не водят в школы детей ну от этого тоже толк небольшого потому что все дети все равно на улице вроде бы школы закрыли для того чтобы не было в общем что хотят сделать хотят сделать чтобы не было заражения массового заражения поэтому постоянно по телеку говорят сидите дома сидите дома будем сидеть дома я сегодня не пойду в спортзал но опять как дома я пойду гулять но там нет людей в полях какие там люди а нет я сегодня поеду на работу ха 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 ой блин я сегодня на работу поеду я же сегодня работаю после обеда на пляж поеду значит вот я еще раз повторяю моя работа такая что у меня там бабушки сидят дома они не ходят ни по каким не шалендают даже они в магазин не ходят им дети покупают одежду ой одежду ну и одежду тоже в общем надо сидеть дома чтобы вдруг не дай бог что вдруг вы болеете или еще что то этот вирус гребаный не распространился ни на кого потому что знаете я тоже вот смеялась ааа болезнь гриппа многие умирают ля 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 тополя блин ну мне кажется грипп не в таких масштабах друзья был потому что это каждый день новые кучи и в общем трындец какой то и столько людей гриппом не болеют это точно вирус распространяется со скоростью света это был авокадо ну вы видели что в магазинах это трэш какой то ну чего прорвемся будем ага знаете у нас государство что сделало чтобы закрывается маленькие магазинчики там маленькие все вот эти вот ну все такое маленькое закрывается да и государство сделало типа налоги можете платить парикмахерский также плохой лимон типа налоги можете платить в течение 6 нам уже вот в следующем месяце налоги платить надо и нам дали расстрочку на 6 месяцев самое интересное я говорю а нахрен это расстрочка вот допустим я маленькая парикмахерская да я сейчас закроюсь у меня прибыли не будет с какого хера я буду платить умные такие зато да вот я там в течение 6 месяцев заработаю тогда вот им заплачу хитрые ну да каждый может как хочет в общем да жизнь какая то впервые жизнь у меня такое но вы знаете я читаю вот комментарии там в ютубе лазу и ситуация такая не только в Испании то есть что закрывают у меня муж посуду и сделал тут все по-своему замочил мне все тряпки там хозяюшка все тряпки замочил все замочил в общем что ситуация везде вроде бы как одинаковая везде все на карантине все школы закрыты вот с магазинами я немного не понимаю почему все раскупают я так посмотрела у меня запасов недели на 3 точно хватит мы особо то и не жрем можно так сказать поэтому у меня и там я и я человек все таки русский запасливый и у меня в холодильнике чего только нету в морозилке у меня там всего до всего я вспомнила что у меня я делала эти котлетки для гамбургеров вот купила хлеб для этого в общем да ну если хлеб там покупать картошку думаю картошку схватить ну картошку вон я купила 5 кг мы месяц не можем ее сожрать в общем я думаю что через месяц ситуация все таки все этот карантин до 3 апреля все эти карантины все эти что все закрыто так вот про магазины я вот сегодня спрашиваю клиентов у меня сегодня все на стрижку приходили мужчины вот я говорю а зачем почему говорю закрывают все раскупают ну говорит вдруг кто говорит что закроют магазины кто говорит чтобы дома сидеть не выходить но сейчас самый пик этого гриппа то есть сейчас надо дома сидеть а не завтра послезавтра через неделю а что получается что сейчас в пик самый пик они все в магазине тусуются закупают все продукты в общем как то странно все это в общем посмотрим что из этого получится друзья будьте на связи подписывайтесь и вы узнаете все из первых уст из моих а в спортзал я сегодня не пойду береженого бог бережет пойдем за салатом схожу я уже тут накромсала авокадо укропчик витаминчики в общем лимончиком все полила чтобы авокадо у меня не окислился гречка почти сварилась мужу буду делать рис и еще мне нужно почистить аву это вот постолька и что-нибудь из нее наверное завтра замутю пойду за салатом наверх за одну полью у нас сегодня пасмурно пойдемте посмотрим что я вас там у нас сегодня пасмурно ну тепло 27 градусов на улице такой ветерок есть ну как весенний ветерок не лето же все вот у меня же белье тут висит со вчерашнего дня ну значит и белье сниму совсем про него забыла две котлеты мне одна чарли салат всем приятного аппетита хоть и спортзал отменен но спорт не отменю залезла наверх пешкарусом потом пойду еще на пляж тоже пешкарусом в общем вы знаете я такая говорю в общем у нас трындец что творится мы входим в карантин с сегодняшней ночи в двухнедельной все бары ресторана должны закрыться в общем все что обслуживает народ садики школы все на две недели закрывается поэтому так вот я думаю что вот эти наши не закроются турист народу тоже все равно нету даже смысла открываться нет еще раз повторяю моя парикмахерская это как большая семья поэтому я без страха иду на работу потому что ко мне то заходят только проверенные люди скажем так никаких новых никаких людей таких салабрения пока нет случаев насколько я знаю не у нас смотрели вот в льму некоре только поэтому даст бог пронесет так что две недели мы на карантине самолеты не летают некоторые города даже перекрыты туда можно зайти но нельзя выйти и там короче туда только страну ввозят только медикаменты и еда будут открыты только супер аптеки и и вот эти большие супермаркеты с едой вот такая вот у нас можно сказать даже военная ситуация блин вообще никогда не думала что когда-нибудь это будет я сейчас смотрю на сторисы ой рука устала русских блогеров и они типа знаете так смешно смеются над этим всем относятся так по смешному типа а не менжуйте и все будет зашибись там ля-ля-ля-ля-ля смеются над этим я сама все это проделала две недели назад а теперь мне совершенно не смешно вообще ни капельки даже не смешно у нас у родственников детский сад есть они его закрыли сегодня в общем да трындец какой-то творится поэтому люди не выходите из дома знаете что хотят наши власти первым делом чтобы люди никуда не выходили и не заражали друг друга только так можно остановить вирус то есть не заражая друг друга как этого добиться сидеть надо дома в принципе я у себя дома это мой дом моя работа это мой дом и я вот буду сидеть здесь так что это вам не хухры-мухры кто смеется не смейтесь дай бог чтобы до вас это не добралось потому что честно вам скажу не из приятных ситуаций я оптимист я нифига знаете человек такой оптимист пессимист не пессимист совсем не пессимист в общем я и реалист я всегда ну надеюсь что будет сейчас всегда надеюсь только на то что всегда будет все к лучшему вот и а тут у меня иногда сомнения закрадываются поэтому другие берегите себя сидите дома если нет такой необходимости куда-то выходить лучше знаете сидите дома где бы вы находились даже если в вашей стране нет этого коронавируса хотя я не знаю где его нету мне кажется он везде есть он как как я не знаю кто по воздуху так летает и везде заходит еще раз говорю он не так страшен да там его можно вылечить в больнице переполнены поэтому лечить просто некому будет еще раз говорю проблема не в том что там он какой-то вирус там ля-ля-ля там просто лечить некому будет и все у нас даже знаете в Мадриде где больше всего случаев там вообще все закрыто перекрыто там вообще нет никого и там отели предлагают свои услуги в виде больниц в виде вот чтобы люди у которых там небольшие симптомы там у нас даже политики представляете политики такие главенства политических групп это болеют вы представляете президент короли сдавали анализы потому что они были в контакте с людьми которые болели им то есть это офигеть это вот честно вам говорю это страшно и мне жум-жум спортзал закрыли спортзал все закрыли я еще говорю пойду не пойду теперь моя совесть чиста не пойду потому что спортзал закрыт я пойду на пляж гулять где народу мало и в двух метрах вирус не уже умирает то есть надо чтоб человек близко с вами стоял там плюнул на вас ой блин как мне уже задолбала эта тема ну просто ну это у нас вот что есть из первых уст как говорится я вам врать не буду просто смотрю на русских блогеров они такие типа нафиг на посмотрите мои сторис недельные тоже так хи хи ха ха гриб обычный а теперь лучше дома посижу на работе собралась домой прошла сто метров и понимаю что я забыла телефон в магазин ой в магазине дом на работе возвращаюсь ой марусь я там сижу в нем ковыряюсь ковыряюсь так соберусь я там машинку постирала высушила вернее не машинку а это белье вот повесила и пошла домой прям мать что такое а ничего нету а что так напугала ай мотоцикл наверное что ли какой то да 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 смотрите даже вот на таком можно сказать деревне маленькой ну это не деревня это городок но вот эта часть у нас деревня как она находится на горе такой и здесь раздельные бачки видите для картон а для этих банок разных ну пластик да это бумага картон а это вот для обычной мусора видите даже здесь раздельная идет разделяет мусор здесь ездит такой маленький комьюн этот грузовичок который убирает мусор раньше таких не было бачков вот поставили недавно потому что здесь очень сложно ехать забираться склоны везде и узкие улицы но все же таки там есть такой вот мусорки такой вот мусорки мы идем на пляж с чарли погуляем потом опять поднимемся потому что у меня машина здесь да бляж еще идти идти в общем спортом будем заниматься блин я тут подумал две недели без спортзала это как-то блин вообще-то точно наберу надо сладкое исключить своего рациона вообще и мучное потому что в спортзал когда я хожу я себе позволяю сожрать мороженка или еще чего-нибудь а тут все отбой с фитнеса прислали письмо по почте что они закрыты с сегодняшнего дня по 27 марта то есть на две недели и что эти две недели переносятся ну деньги за эти две недели переносятся на следующий оплата переносится на следующие месяцы вот буду ходить по пляжам вот по таким вот пустынным дорогам где никого нету и не будет потому что ну кто сюда может приехать или прийти да и наслаждаться солнышком думать только о хорошем и не капельки о плохом куда деваться ой доходит знаете даже до таких смешных ситуаций вообще сегодня у меня вчера короче от сковородки оставалось чистое масло муж же у меня сегодня утром посуду помыл я говорю а где сковородка с маслом я как раз ему хотела яйцо пожарить я ее помыл я говорю ну там масло чистое было он еще купишь я говорю да вот сходи и купи и он такой стоит на меня с такими глазами а нету я говорю вот он такой все в понедельник говорит пойдем в магазин с утра и накупим всего на всего я говорю не ссы прорвемся у меня в морозилке на месяц еды хватит не считая там риса и разных круп вот он такой да я говорю да он такой ну а хлеб ты сама испечешь вон какой делал вкусный это он имел ввиду хачапури но я ему не стала говорить что для хачапури нужен творог я думаю ладно да да конечно сама сделаю он думает что в хлеб нужно только вода и мука а он такой ну еда ладно а вода я говорю ну так у нас фильтры я говорю только поменяла еще месяца на два хватит все он такой ну ладно и успокоился мамочки умру не от коронавируса а еще в письме от спортзала от фитнес написано встретимся с вами 27 марта если выживем нормально так это повышает он нашу как говорится это оптимизм ой ладно прорвемся главное знаете не кучковаться и не заражать друг друга надоела я наверное вам с этой темы но она мне просто не уходит из головы вот что у нас вот прям вот переисходит и это не смешно на самом деле а вообще жизнь продолжается играет вот в это вот как он называется игра то шарики гонять это все иностранцы с франции приехали вот это например французы загорают здесь видите классно как с собаками на пляже а вот это место это когда-то было чарли бен аки бен аки собаки нормально они тут загородили в общем это была земля родители моего мужа ну и моего мужа в частности потом выкупили эту землю для того чтобы построить здесь отели но здесь сейчас нет ни отелей ничего у нас здесь была дача офигенная буквально два три года три года наверное назад ну классно иди отсюда классно проводили летом я когда приехала вот эта пальма была наверное мне ну до сих пор а сейчас она смотрите какая здоровая и елка тоже была маленькая вообще классно проводили время сейчас все все прошло выкупили все для постройки отелей и здесь нет ни отелей нифига ничего обидно тут даже нас такие у них были дачи ну знаете какие из как шалаши сюда даже приезжали с телевидения с газеты брать интервью у меня есть даже где-то в газете интервью моего мужа представляете вот но опять это не найдешь вот так вот палаткам там пришли во море немного погода хорошая немного ветер такой попрохладнее чем вчера но нормально дети народа никого так что я в полной безопасности можно дышать можно дышать не передышать морским воздухом дыши чарли дыши видели как цветет брокколи это брокколи на семена там табличка там табличка такая была что это брокколи для семян и есть их нельзя ни людям ни животным так вот выглядит мы идем мы идем 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 маленький инжир скоро инжир поспеет я его не очень люблю поэтому поэтому пусть спеет пришла домой завариваю себе чай там ягоды лимончик вот такой ребуш шоколадный стерея естественно будет у меня вот такой вот чай ой ой вы запотели но вы сейчас отойдете в своей кружке литровой залью все это и пускай заваривается потому что я нагулялась так пить хочется надо вот так сделать потому что вчера у меня вот эта штука упала вот так на стол и получая короче через вот этот проводник вылилась на стол поэтому надо теперь быть аккуратнее ням ням пойду переоденусь флан сделаю я тут уже в ванной сейчас буду смывать красоту и монтировать влог вот такой то у нас влог получился по телеку нечего смотреть одно и то же я уже устала смотреть одно и то же что ну все понятно все равно карантин сидим на карантине бумаги туалетной нет вот поживем увидим что тут будет в течение этих двух недель надеюсь что это все закончится быстренько даже не то что закончится быстро что пойдет на упад потому что все что хотят что все что хочет государство это чтобы вирус не развивался дальше по стране не будет значит выходим как например китайцы да вот новость кстати смотрела китайцы уже а я по-моему вам говорю уже не помню даже они приехали в италию чтобы помогать бороться с этим вирусом очень даже очень даже здорово ладно подписывайтесь кто не подписан будут новости все вам сообщу из первых уст всего самого наилучшего и всем пока пока и будьте здоровы а теперь последняя новость только сейчас новости смотрели нашли какой-то медицин медикамент в общем нашли какую-то таблетку которая возможно поможет избавиться от коронавируса по крайней мере так сказали это медицина против рака вот и там какая-то молекула есть которая помогает бороться с коронавирусом как-то так по-моему сказали но это все будет сначала будут тестировать на животных и выйдет это через 2-3 месяца будем надеяться что за 2-3 месяца от вируса останется только воспоминания но главное что они хоть что-то нашли это радует а теперь точно пока пока